это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер признаюсь это самый тяжелый выпуск за всю историю существования программы игра в классике возможно дальше будет еще хуже но пока вот так ведь хорошо помню то утро 24 февраля россия начала военную спецоперацию против украины спецоперацию что характерно кстати украина не стала тоже объявлять войну россии дабы получать кредиты от мвф у тебя много день и чего утром 24 февраля я полагаю как и вы вчитывался в новости телеграм-каналов и сми вчитывался вчитывался и снова вчитывался отказываясь верить в происходящее пожалуй я наверное до сих пор не осознал что происходит между россией и украиной происходит вот такое уверен многие из вас тоже не осознали это меж тем севернее крыма южнее белгорода погибают прямо сейчас наши люди да да именно так наши люди с той и с другой стороны и мирные и военные еще недавно каких-то 30 лет назад эти люди жили в одной стране да и после развала ездили друг другу в гости создавали семьи дружили рожали детей тех детей которые сегодня сидят под обстрелами и погибают в донецке горловки мариуполе харьков да безусловно к нашим людям нельзя отнести вот этих вот бесов из нацбатов национальных батальонов че название даже произносить не хочу это злокачественное образование на теле единого организма а в том что он изначальный един пусть сейчас и разорван я никогда не сомневался и опять же я не случайно использовал это слово бесы ведь нацбаты притворяют в жизнь завет беса лямшина лямшин это персонаж из романа достоевского собственно без вот что он говорил всех обескуражить из-за всего сделать кашу расшатавшиеся таким образом общество взять свои руки вот то что мы наблюдаем сегодня в украинских городах прежде всего в мариуполе это как раз из данной сферы это терроризм нового образца когда в логике злодеев не только разрешено убивать невинных людей но и нужно это делать используя их как живой щит повторяю в логике злодеев вот такие слова еще процитирую революционер революционер знает только одну науку разрушения все чувства родства должна должны быть задавлены в нем вот так писал когда-то не чаев революционер не чаев чьи идеи исповедовал главный без верховенский из того же романа достоевского и вот это общество насилия существует вместе с обществом спектакля которая как писал гиды бор превращает иллюзии в самый ходовой товар иллюзии одно питает другое особенно военное время вот отсюда такое количество фейков отсюда такое количество дезинформации отсюда столько дезинформационных явно пропагандистских вбросов и вот конечно разобраться в этом очень очень сложно потому что на селение она одурманивается и она уже изначально была подготовлена к войне я бы так сказал мысленно и духовно это население с двух сторон уже находилась в ней и вот опять же не случайно раз уж мы говорим об обществе спектакля которая ведет к большой крови не случайно во главе украины прямо сейчас оказались медиа менеджер это люди которые всю жизнь были ответственны за шоу вот вдумайтесь в это медиа менеджеры ответственные за шоу хотя конечно чисто формально они во главе потому что реально украина и сегодня руководят совсем другие люди но кто в таком случае тогда зеленский арестович и прочь узнаете у моего одного из любимых американских авторов бреда и стена эллиса есть такая книга в оригинале the rules of attraction то книга о золотой молодежи которая вот-вот должна стать элитой страны истеблишмент который будет определять судьбу своего государства да и чужих тоже это модный во всех смыслах ребята они устроились генеральными продюсерами креативными директорами медиа менеджерами топ медиа менеджерами в общем это такие себе сытые ребятки которые тусуются где-то между play с офисами и ночными клубами вот представьте эти люди приходят к власти матрица вытесняет реальную жизнь и медиа топ-менеджеры которые создавали фабрики грез и нюхали кокаин взяли под контроль целую страну огромную съемочную площадку где значение отныне имеют только рейтинги как мы помним шоу должно продолжаться и чем кровавее это шоу тем лучше вот когда-то маршал маклюэн выдающийся теоретик медиа писал что медиум из-за месседж то есть медиа это сообщение но в современных реалиях правильно говорить что медиа из-за массы круг то есть медиа это резня войне согласитесь именно это мы сегодня и наблюдаем вот когда-то опять же достоевский тоже писал что дьявол с богом борется и поле боя сердце человека душа человек на самом деле это не какая-то пафосная литературщина это вполне реальный механизм есть потому что мы тоже несем ответственность за происходящее возможно в первую очередь и несём да конечно выпускать ракеты или организовывать гуманитарные коридоры подобно решаем не мы но именно мы выбираем как реагировать на чужую и на свою беду ну здравствуй брат ведь происходящее в чем-то напоминает отчаянно напоминает гражданскую войну бойню родных близких людей которые прошиты разной идеологии вот долгое время нас по обе стороны от границы прошивали соответствующей идеологии диалоги и вот результат когда-то свою книгу 2016 года дневник русского украинца рассказывающую как все начиналось я посвятил всем разделенным русским и украинцам а заканчивалась та книга словами осталось немного до массового самоубийства тик так весна год 2016 тогда и это написал вот сожалению к чему я это вспоминаю к сожалению все это было чудовищно предсказуемо и конечно бойня началась не в феврале этого года она шла давно и на то есть множество причин политических военных экономических геополитических возможно позднее я их разберу в одной из своих программ понимаете все эти проблемы и беды которыми никто всерьез не хотел заниматься вдруг решили разрубить одним ударом разрубить этот дьявольский узел и оттого в этой войне есть лишь один победитель это запад тот самый запад который стравил два братских народов не случайно бжезинский елок запада в своей книге великая шахматная доска которая надо обязательно прочитать чтобы понимать то что происходит он писал что украина это важнейшая клетка и без нее на шахматной доске и без нее россия теряет свою жизнеспособность и вот так целую страну превратили в полигон американцы уже подтвердили наличие 30 биолабораторий на территории украины уверен подтвердится информация и о ядерных разработках не зря же зеленский пугал в мюнхене мир однако главный эксперимент это те которые запад проводил с украинским сознанием накачивая людей русофобскими просто человека ненавистническими нарративами выдержали далеко не все как впрочем и в россии их войны тем важнее сегодня и вот на этом бы я хотел сделать акцент тем важнее сегодня сохранить здравый смысл хотя казалось бы тонкая красная линия уже преодолена тем важнее сегодня попытаться сохранить социальные связи со своими родственниками друзьями одноклассниками с теми кто находится по другую линию фронта да я понимаю что сделать это крайне сложно но сделать это необходимо потому что у этого конфликта есть масса причин я уже говорил об этом но одна из главных причин как бы сейчас это не прозвучало то что в определенный момент люди просто перестали слышать друг друга люди перестали уметь договариваться и находить компромисс простые люди что уж говорить о грязных политиках и тем быстрее сейчас будут сбрасываться маски узнаете я вспоминаю как лев толстой 1854 году просился на крымскую войну и тогда просится на крымскую войну севастополь было все равно что просится в грозный в 2000 году но он хотел попасть на фронт а вот нынешние властители умов наоборот бегут и бегут из россии впрочем знаете ли так уже было и тот же лев николаевич толстой во время русско-японской войны написал свое знаменитая отдумайтесь а русская интеллигенция писала поздравительные письма японскому императору честь побед японской армии да такое уже было вы только знаете ли толстой он ведь был очевидцем войны и он действительно смог увидеть войну в настоящем ее выражении как он пишет в крови в страдания смерть толстой понял что или война есть сумасшествие или люди делают это сумасшествие а вот что понимают сегодня те кто бежит те кого запад использовал как таран против россии эти люди разбегаются точно тараканы на ночной кухне и прямо сейчас как бы опять же это не прозвучало прямо сейчас россия очищается так называемые самопровозглашенные элиты буквально выпиливаются сама выпиливаются и россия по-своему обновляется это колоссальный вызов для всех нас потому что мягко скажем будет непросто очень непросто выдержим ли каждый должен ответить сам так или иначе 24 февраля 2022 года мы проснулись совершенно новом мире теперь нам нужно учиться жить в этом мире жить и выживать как именно но мы подробно поговорим об этом следующей программе ну а пока прежде чем дай бог все это разрешится я напомню вам очень важные слова от сергея бодрова а во время войны во время войны нельзя говорить плохо о своих никогда даже если они не правы как бы даже там если твоя сторона не права во время войны ты не должен говорить о неплохо мне кажется это очень такой простой принцип он очень старый очень примитивный но это так когда ничего не угрожает когда война кончилась тогда да тогда можно говорить вот это было не так и это было не так и давайте постарайтесь в будущем этого не было это была программа игра в классике меня зовут платон беседе берегите себя как никогда берегите и помните что жизнь только подражает литературе даже такая жизнь удачи вам любви и терпения и конечно мирного неба над головой а